Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Домашняя Чехс Марина. Я продолжаю вам давать видео задания по уборке в доме, для того, чтобы облегчить вам работу в доме и помочь вам самоорганизоваться. Прежде всего, всего два дня мы с вами посвятим, это 18 и 19 апреля, понедельник, вторник, в уборке в зоне ванной и туалета. Я обращаю снова ваше внимание на то, что каждый раз я все свои видео сопровождаю эзотерическими значениями каждой зоны. И ванная комната это лицо, можно сказать, любой женщины, потому что сама ванна предопределяет, что у нас здесь происходят косметические процедуры. Мы здесь во всей своей красе такой, кто никто нас не видит. Поэтому, конечно, здесь находятся все самые наши любимые предметы. Это кремы, масочки, шампуни, бальзамы. Комната наполняется прекрасным ароматом. Вы здесь производите маникюрные, педикюрные, может быть, процедуры. Поэтому, пожалуйста, в ванной комнате мы уделим особое внимание. И заостряю внимание на то, что очень большое внимание уделите, пожалуйста, чистоте зеркала. Потому что это первый, наверное, предмет, который встречает нас рано утром. Вы, когда умываете, зубки чистите, вы поднимаете лицо в зеркало. И что вы видите? Вот какой чистоты у вас зеркало, такой сегодня будет у вас день и у ваших близких и родных. Поэтому зеркало всегда должно блестеть чистотой. Не должно быть никаких потеков. Оно всегда должно содержаться в чистоте. Итак, сегодня 18 апреля, понедельник. Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы вы начали свою работу, конечно, с зоны шкафа или полочки. Всё, что находится у вас на полочках, в шкафу, пожалуйста, снимите с этих поверхностей. Это шампуни, кремы, бальзамы, тёрочки, пилочки всякие. Уберите всё с этой территории. Произведите влажную уборку. Вы можете использовать стеклоочиститель и мягкие салфетки, губки. И прежде всего, очистите, конечно, от пыли, может быть, от какой-то собравшейся грязи. Пожалуйста, пересмотрите все свои косметические средства. Посмотрите шампуни, бальзамы, кремы, лосьоны. Обязательно обратите внимание на косметику других членов вашей семьи. Мужа, сына, может быть, что-то нужно подкупить. Пену для бритья, саму бритву, может быть, лосьоны для подростков надо приобрести, потому что в возрасте подростковом очень часто есть высыпания на лице. Конечно, обратите внимание и на свои средства. И по возможности запишите в ежедневник всё, что нужно купить именно с косметических средств. Как я вам говорила, особое внимание мы уделяем сегодня и полочкам, и зеркалу. Поэтому, пожалуйста, протерите очень внимательно зеркальные поверхности. И сразу же все полотенца, махровые халаты, всё, что хранится у вас, именно с мягких таких вещей, пожалуйста, пересмотрите. Определите сразу стирку, по всей видимости. Пришло время поменять полотенечко. И сегодня определите, например, время смены полотенца. Может быть, у вас принято просто по мере загрязнения менять полотенечко или махровые халаты. Ну, для того, чтобы быть самоорганизованным, я бы вам советовала в свой ежедневник всё-таки определить дату, когда действительно надо поменять всем членам семьи махровые полотенца. И сегодня мы с вами занимаемся полочками, зеркалами, как я вам сказала. Обратите внимание, очень удобно использовать дозатор для мыла, для жидкого мыла. Используйте, конечно, ближе к натуральным косметическим средствам. Используйте детское мыло. Дегтярное, может быть, мыло вам подходит. Поэтому сегодня обратите особое внимание на эти предметы. И, конечно, я сегодня вам советую заняться и зоной кафеля. Это достаточно объёмная будет работа. Если кто живёт в частном доме или квартира, помещение достаточно холодное, может быть такая проблема зимой и ранней весной, то, что у вас появилась плесень или грибок. Это может быть по шву кафеля, это может быть в душевой кабинке, может быть даже где-то на полу. Пожалуйста, возьмите любое средство агрессивное, активное. И постарайтесь сегодня произвести борьбу даже с таким неприятным явлением, как плесень, грибок. Если у вас, дорогие зрители, есть какие-то народные способы борьбы с такой неприятностью, вы напишите, пожалуйста, нам в комментариях. Итак, мы сегодня с вами, 18 апреля, произвели довольно-таки внушительный фронт работы в зоне ванны. Продолжение следует...